Прекрасный, замечательный свитер, который я купила в Милане. А почему он мокрый весь? Потому что он был один не высох, потому что он снял. Оказался с пятном. Причем я думала, что это узор. Ну, странный, да, узор посреди таких узоров, но я думала, что, ну, странный человек сделал странный узор. Посмотрите, как симметрично оно поставлено. Я бы могла поставить такое пятно, но его поставила не я, и оно прямо на середине, прямо спереди. И я очень расстроена, я бескуражена. Носи задом наперед. Нет, задом наперед не балуйся, тут же... Не будешь поджимать вот ничего. Ну, а Саша говорит, что он сможет отстирать это и не испортить мне свитер. Как ты будешь отстирывать? Всячески. Ну, чем? Ну, он же попробовал его залить лимонной кислотой, ничего не помогло. Ну, он ведь должно было отойти, не может быть безлада не для этого. А для чего? Для разрушения структуры вещества, попавшего в толщу ткани. И что, разрушил? Это мы не можем знать, но я думаю, что в определенной степени, конечно. И чем ты будешь отстирывать? Чем? Ну, чем, может быть, людям это поможет? Нет, твор с содержащим пятновыводителем для начала. Посмотрим, что происходит. Ну, вот я ставлю на то, что ничего не получится. Посмотрим? А что я получу, если у тебя ничего не получится? Ничего. Ну, мы же спорим. Нет, мы не спорим. Я тебе в качестве любезности предлагаю очистить свитер. Но ни в коем случае с тобой не спорим. Ну, смотри, это тебе самому интересно? У нас мимо интенсивно стало. Ну, не знаю. Это потому, что он мокрый. Да нет, он уже сухой здесь. Говорят, что я читала в чатах, что где-то на севере типа хайфы чувствуются толчки. Но у нас просто очень сильный... Ну, так не видно. У нас очень сильный ветер, очень сильный. И дом как-то скрипит. Ну, это дом такой у нас, что он скрипит от сильного ветра. Ну, какая-то штормовая ситуация там. Деревья. Сейчас я покажу. Вот, видите? Деревья шатаются. В крайней мере, мне видно, что они шатаются. Сад наслаждений. Теперь стоит у меня в ивритской печатной машинке. Можно... Нет. Надо его поставить. Я... Там были плакаты. Там продавались плакаты в магазине. И я думала, может быть, купить плакат и повесить его туда, вот где висит свитер. Потом я подумала, что, наверное, если смотреть на Босха каждый день, то можно поехать кукухой. И вот сейчас в эту самую секунду мне стало интересно, бьет ли кто-то Босха. Ну, наверняка бьет. Но когда ты на свои татуировки, ты не смотришь каждый день. А на плакат смотришь. Хотя вот эту вот штуку я бы заменила на Босха лучше. Значит, я буду вставать каждое утро рано и уходить из дома. Садиться там в кофейню и два часа посвящать только тому, чтобы писать. Либо заниматься чем-то около. То есть если мне нужно там... Ну, не обязательно писать прямо сценарий. Можно работать над героем. Можно что-то читать по теме, если нужно. Но обязательно посвящать этому два часа каждый день. Это работает, я точно знаю. Поэтому, учитывая, что сейчас плюс 13 на улице и вот этот странный ветер, который всосал шторину. Вот так сейчас выглядит улица. Но прогнозируют какой-то сегодня, кажется, прогнозируют шторм. Здесь есть лампочки. Ну, если... А как мы узнаем? В любом случае. Да, ну пойдем. В смысле, у нас нет никаких других выводов. У меня перегорела лампочка на моем прожекторе рабочего стола. Я хочу такую же большую и мощную. Весь... Да, весь Израиль просто... Все, все контакты с продавцами в двух частях. Первое, мы заходим, Саша говорит, do you speak English? Он говорит, нет. Саша ему жестами на телефоне показывает, какую лампочку надо. Он начинает доставать лампочку. Я Саше по-русски говорю, уточни только сначала, сколько она стоит. Продавец говорит, а-а-а, по-русски. Сейчас я скажу вам, сколько она стоит. Куда мы идем? Мы идем пешком по этому ветру в торговый центр. Потому что я не могу забыть ту итальянку, которая спасла меня от бездомного француза в Милане. Она была в длинной юбке, плотной, джинсовой. У меня была такая юбка лет в пять. Я ее ненавидела просто лютой ненавистью. Просто страшно. И мать моя говорила мне, ты что, Аня? Так вся молодежь сейчас ходит. Посмотри на старших девочек. Это прекрасная юбка. И я ненавидела эту юбку, но тогда у меня были причины ее ненавидеть. Я хотела носить джинсы Клёш, как говорит Джинджер, а не юбку. А сейчас я вспоминаю и понимаю, что она была идеальная. Если бы ты бежал, и на тебя бы напрыгнула крыса, напала, ты бы что делал? Ну, она бы вцепилась. Ну, я бы срязывал. Хорошо. Смотрите, что мы нашли. Мне кажется, я никогда не видела внутренности. Ты видел внутренности? Да. Где? Ну, блин, как и ожидалось, и как и всегда в моей жизни, юбка супер. Она странная, но она супер. Это то, что я хотела. Сзади она без разреза, здесь с разрезом. Но она тридцать шестого, ой, тридцать четвертого размера. И происходит вот такая вот вещь. Вот половина юбки я не занимаю. Я не знаю, почему это не говорит о том, что одежду не шьют не только на больших людей нормальную, но и на маленьких не шьют. Просто шьют все только на средних. Есть еще вот такая в Бершке. Ой, в Плантбире. Мне кажется, она еще более прикольная. Но здесь есть только S. Она вот так вот выглядит. Но если купить XS, я знаю, что XS существует в соседнем ТЦ. Когда мне становится слишком грустно делать свою домашку по-французскому, я захожу под уроки русского языка. Почему ТОГО читается как ТОГО? Автор канала ему отвечает. Потому что это, как мы читаем это слово. На что я вообще жалуюсь? На возвратные глаголы. Вон там вдалеке. Видите ее? Видите? Видите? Русская борзая с длинным носом. Хороший знак. Здесь обычно куча людей. Курят, пьют кофе, разговаривают. А сейчас, видимо, всем холодно. Плюс 15. Да и мне, если честно, холодновато. Все сидят внутри, но там нет места для меня. Я хотела снять и рассказать, что в Тель-Авиве, я не знаю, я не могу сказать за весь Израиль, потому что, ну, я постоянно нахожусь только в Тель-Авиве. Но здесь постоянно, вот, отдыхают люди, сидят на лавочках, пьют кофе. Вдруг вокруг возникают рабочие, начинают выкорчевывать что-то из дороги, что-то распиливать, что-то разрушать. И это происходит так же внезапно, как и заканчивается. В смысле, это не затягивается на неделе. Они просто делают это, типа, за пять минут и уходят. И сейчас это произошло, и пока я собиралась снимать вам этих рабочих, они просто исчезли. Честное слово, только что здесь были пять мужиков в оранжевых жилетках, и все грохотало и гремело, и они, я не знаю, выкорчевывали лавки, что-то делали вот с этой плиткой. И сейчас я повернулась, и все просто исчезло. Это удивительно, это происходит каждый раз. Балкон какого-то любителя гусей, например. Человек, или это утки? Я надеюсь, что это, я буду думать, что это гуси. Хотя, наверное, это утки. Ну попробуем. Браунной. Куда тащите, с береги или сзади? Я не понимаю, где они должны быть. Короче, на самом деле это то, что я всегда интуитивно ищу, потому что, например, когда я живу в квартире, где за окном какая-то жизнь, какая-то улица, и что-то шумит, я всегда стараюсь открыть окно, чтобы оттуда доносились звуки, чтобы не сидеть в вакууме, в тишине. Я никогда не работаю, сидя дома одна, и вообще очень редко работаю дома. И именно за этим коричневым шумом я иду в кофейню или на улицу, чтобы люди как бы на фоне вокруг просто разговаривали, шумели, что-то переставляли. А самый прекрасный звук, это же звук молящегося кофе в кофейне, вот это вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Это как будто бы турбина самолёта, или как, знаете, если быстро ехать на машине и открыть окно, да, наверное, задувает примерно с таким же звуком. Короче, мне понравилось. И прикольно ещё, что наушники шумоподавляют, не сильно, но всё же, и ты слышишь только его, и ты очень сильно в него погружаешься. Странные вещи в нашем доме. Это ветчина с начинкой из сырой куриной грудки на моём блондстоуне. История такова. Я хотела положить кусок колбасы на Сашу. Саша меня толкнул очень сильно, между прочим, так, что я отлетела очень далеко. И уронила кусок колбасы. И решила отдать его кошке, которая тусуется у нас в дворе. Но мы подумали, что кусок колбасы это как-то только подразнить и всё. Поэтому Саша нарезал ей ещё и куриную грудку. Сейчас я пойду отнесу. А можно я в тапках, да, пойду? Нет, не рекомендую. На имя и кроссовки. А-а-а-а. Блин, что-то эти звуки подсказывают мне. Вы слышите какой-то ливень? Что я не найду сейчас кошку? Но я положу куда-нибудь ей. Офигеть. Ну тут ливень, естественно. Кошка обычно тусуется вот здесь. Давайте положим. Ой. Вот сюда. Здесь вроде не мокрый. Надеюсь, я думаю, что она найдёт. Потому что она всегда лежит на этом диване. Да, кошка? Кс-кс-кс. Она дура, что ли? Ты в такой дождь. Конечно, на кс-кс-кс еще отзываться. Надеюсь, это колбасу не заберёт тот же человек, который украл мой велосипед. Что говоришь? Я говорю, что если не знаешь, что там было пятно, я его даже не видно. Смотри. Реально. А где оно было? А, так что ты говоришь, что осталось? Ничего не осталось. Оно ещё не высохло до конца. Так ничего не видно. Ты отстирал пятно сорокалетнее. Ты реально отстирал? Ты отстирал? Я вчера сказала, что на этот влог есть две задачи. Первая, мне за эту неделю написать какой-то драфт короткого метра. Вторая, тебе отстирать свитер. И получается, теперь, если я ничего не напишу, то я проиграю уже заведомо. Проиграю в эту игру, в которую опять никто, кроме меня самого, не начинал играть. Отрастую всеми. Две семетия православные? Ортодокс. Ортодокс, да. Ортодокс. В смысле, астарабрянс? Железь ортодокс. 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 Это не было возможно, потому что мы должны Мы должны получить разрешение разрешение Руси 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 Да, это не было возможно Потому что Бродский не был ортодокс Продолжение следует... Продолжение следует... А тебе нечего объяснять, у тебя просто человеческое лицо Мне удалось почесать эту собаку И она лизнула меня в нос Един раз в нос и несколько раз в руку Очередной дождь пошёл, наверное, пятый или шестой За сегодняшний день Как хочется сильно посетить ванну Чашу с очень горячим кипятком Я даже думала о том, чтобы снять какую-то квартиру На сутки, где есть ванна Потому что я думаю о ней постоянно Может быть, надо купить какой-то таз Какую-то бочку И набирать эту бочку Это самое выдерживается, знаете, между степенью городскости И степенью уютности И степенью домашности И маленькости Что это за собак? Посмотрите на него Он квадратный Он просто идеально квадратный Это даже не широкий прямоугольник У нас прямо рядом с домом Вот такая вот мастерская керамики Керамическая И там работает, вон, смотрите, какая-то глина Там работает женщина, очень милая Я иногда смотрю на неё через окно Я хожу и думаю, как бы здорово было с ней познакомиться И однажды я сказала об этом Саше И он говорит, а вон там кофейня рядом Возьми когда-нибудь два стаканчика с кофе И принеси ей Скажи, вот я хожу, смотрю на вас Решила занести вам кофе И это звучит как прекрасный сценарий И начало какой-то интересной истории Ну, либо какого-то неловкого отказа Но пока что я хотела бы быть тем человеком Который скажет Да, Саша, отличная идея Сегодня же, завтра же утром я так сделаю Но пока что я не представляю Что я могла бы так сделать Смотрите, что здесь Это юбка итальянки Она теперь только так называется в моей голове Саша зашёл в ТЦ, я попросила его И купил мне Всё-таки я выбрала юбку с карманами Но не факт, что она будет мне небольшая Козёл Козёл А, у меня завтра занятия А, у меня завтра занятия по сценарному Блин, я думала, сегодня среда Какая-то быстрая неделя А, сегодня среда и есть Нет, я думала, сегодня в том Как это сегодня среда? Не может быть Я ничего не понимаю Значит, к завтрашнему я не принесу На занятия сценарий У меня пока ещё ничего нет Тогда давайте посмотрим Что у нас есть читать Например Ай Ну, читать у меня пока нет Но я пишу И это, наверное, чуть ли не первый раз в моей жизни Когда я действительно стабильно пишу Поэтому Надеюсь, что я скоро что-то принесу Для этого я жил Я, наверное, тоже Знаешь, что вчера в Венеции начался карнавал Вы могли чуть позже поехать туда? И там начался по случаю вашего отбытия Скорее всего Я подумала Раз уж я теперь так стабильно И как молодец пишу Мне нужен какой-то аналог подписных Чтобы подписать среди книг А не только в кофейне И я вспомнила, что я ещё до переезда Я была подписана на писательницу Которая здесь жила много лет И она писала про кафе Книжный червь Букворм Вокруг все работают И какие-то пожилые писатели Какие-то деды, деды, деды Деды с ноутбуками И какими-то бумажками Которые что-то пишут на иврите И, в общем, и розетки И вай-фа, и кофе Очень вкусный Прям удивительно вкусный кофе Я создала доску Миро И сделала карточку С описанием персонажа И уже чувствую себя Ну, чувствую, что мой долг На сегодня выполнил На мои два часа письма Но Стёпа уже существует Осталось только его написать Это было просто восхитительно Это было прекрасно Я за три с половиной часа Успела и над сценарием поработать И над работой поработать И даже хернёй позаниматься успела Просто прекрасно Что делают правильное место со мной Плюс я поняла, что Обязательный критерий У этого места До него Не должно быть слишком близко Потому что если ты идёшь До кофейни, где ты работаешь Пять минут То ты не успеваешь За эти пять минут настроиться Вот люди играют в титан Так же это называется, да? Правда, я не понимаю Какая цель Вот покидаешь шар Так И что? Типа кто дальше кинет? Сейчас я погуглю Иду я домой А на меня смотрят И с таким интересом Мау, надеюсь, ты съела Колбасу, которую я выносила Тебя Это же ты? Это же ты была? А что ты там ходишь Ты же можешь спуститься? Ну да, уж, наверное, можешь Ты хочешь зайти? Заходи Заходи Я не мешаю тебе Заходи, заходи Заходи, шляткая Заходи Нормально Так вот, как ты сюда попадаешь А, ты домашняя, что ли? Ой, мне поставили дедлайн У меня только что было занятие По сценарному Мне поставили дедлайн Нам всем Первое апреля Ну, вы видели? У меня есть карточки У меня есть карточки У меня есть Миро Это прекрасная имитация деятельности Только мне бы хорошо Все-таки Симитировать какую-то историю Какой-то сюжет Нет, ну с дедлайном стало спокойнее Хотя бы стало понятно Что вот здесь я просираю все А вот здесь я еще не просираю все Сегодня результатом стал Очень-очень-очень сырой Просто страшно сырой Но все-таки поэпизодник Он не закончен Но это, наверное, где-то Ну Это, наверное, где-то Две трети Две трети Сорокоминутного фильма Что, в принципе, уже хорошо Я постоянно в этом районе Стала видеть продавцов ковров Причем вот сейчас я сходила в магазин И там рядом был бар Знаете, много столов на улице Вечер Сегодня воскресенье То есть все там разговаривают Пьют вино, пиво Что-то едят И ходят продавцы Продавец ковров между ними И я думаю Ну, если бы никто не покупал ковры Наверное, он бы так не ходил Но, с другой стороны, я не могу представить ситуацию Спонтанной покупки ковра Еще и в баре Еще и вечером в воскресенье То есть ты покупаешь ковер И потом с ним всю ночь ходишь по барам дальше Или ты относишь его домой Или ты заворачиваешься в него И как это? О, мне как раз нужен же был ковер Или это какая-то такая арт-любовь с ковром Что тебе не нужен был ковер Но ты вдруг понял, что не можешь жить конкретно без этого У меня пока что не складывается С идеей вставать в 7.30 Но не потому, что я бесхребетное животное А потому, что все вокруг говорили Посмотри Белый Лотос Посмотри Белый Лотос Посмотри, такой хороший сериал Посмотри И действительно прекрасный сериал Это Таня Действительно прекрасный персонаж И действительно второй сезон Еще интереснее первого Поэтому у меня пока нет никакой возможности ложиться рано По вечерам мы смотрим Белый Лотос И из-за этого я встаю позже Но осталось 4 серии Это примерно 2 дня То есть через 2 дня я буду свободна от этого Вот поэтому я не смотрю сериалы Потому что я могу думать только о них, когда смотрю их Это ужасно И это стопорит все остальные дела Он предлагает мне играть в Старкрафт Но я только что... Саша, я не буду играть иногда Да, отлично Ты понимаешь, что либо мне не понравится И я не буду играть вообще Либо мне понравится И тогда я буду играть не иногда И это станет огромной проблемой Я только вроде поставила на рельс Весь свой баланс Наконец-то последняя серия второго сезона И мы будем свободны И вчера мои будут свободны от этого Такая красивая заставка Мне кажется, в втором сезоне заставка намного красивее А ведь ему очень-очень мягко и удобно Какое хорошее место ты выбрал Красивый, красивый А у вас глаза просто шикарные Посмотрите, пожалуйста, на меня Ну, посмотрите еще раз Покажу ваши глаза всему миру Просто шикарные глаза Просто гордитесь ими Как самые Какие золотые лапки Я перешла в стадию настойчивой озлобленности Я... Ой Собака Я понимаю уже О чем эта история Это главная победа Но и главная проблема Потому что теперь я не понимаю Как превратить эту историю Собственно события и фильм То есть я глобально понимаю Что с этими людьми происходит И к чему они в итоге приходят Ну, плюс-минус А как это все должно происходить Конкретно, я не знаю Поэтому я со вчерашнего дня Думала, что мне делать И поняла, что сейчас я сяду в кафе Возьму лист бумаги И распишу Нарисую таймлайн И распишу на этом таймлайне Как все было на самом деле То есть не сцены Не то, что будет в самом сценарии А просто вот С самого начала Что с этой героиней происходит До самого конца Чуть-чуть и не по дням Ну, может быть, не по минутам Потому что я даже не понимаю Пока что какой временной промежуток Должен охватывать сценарий То есть это неделя Или это несколько дней С какой плотностью В плане времени Должны события быть расположены Вот я это распишу И у меня получится Целый кусок жизни Настоящей, реальной жизни И потом я возьму этот кусок И повыдергиваю из него Те эпизоды Которые мне нужны в сценарии И уже из них Буду придумывать цены Вот, что я поняла Я не знаю Может быть, я сейчас изобрела велосипед А может быть Я изобрела какую-то хероту Потому что Кто-нибудь скажет мне Что так нельзя И так не работают Но я ищу свои способы Работать Других я пока что не знаю Спасибо за субтитры Передо мной напротив За столом сидел чел Он ушел за кофе Я сидела перед компьютером И не понимала Что мне делать дальше И я подняла глаза Полные страдания на него И встретилась с ним взглядом И его взгляд был тоже полон страданий И он сказал Я Я поняла, что мы проходим Примерно через одно и то же И вот это именно то Зачем я хожу В кофейне Какой-то безумный вечер Безумный день Я полностью практически освободила себе день Чтобы смонтировать влог из Милана Пришла в кофейню в два В два Сейчас пол восьмого Я не смонтировала практически ничего Потому что сначала я разговаривала с одним чуваком Просто два часа Про каких-то козлов, черепах Про копибар Про хамелеонов Потом я встретила знакомую Потом еще одну знакомую с табакой Потом я услышала, что два парня знакомятся с третьим И говорят, что они из Омска И тогда я разговаривала с чуваками из Омска Мы просто встретились в кофейне в центре Тель-Авива Я ничего не сделала Зато познакомилась с кучей людей Я добавила просто шесть людей в инстаграме Я обожаю Тель-Авив за это Но с другой стороны меня это отвлекает Но с третьей стороны Это примерно даже история Как и была всегда в подписных изданиях Я чувствую эйфорию после этого каждый раз Но разочарование я тоже чувствую Потому что у меня нихера не готово А мне надо закончить сегодня Я хотела посмотреть Персиполис Сейчас здесь будет афиша Видите, как я быстро говорю Это потому что я целый день только делала, что говорила И я разработала свой речевой аппарат Мне говорят, что мне надо успокоиться Все эти люди, которых я встречала Они же не знают, что у меня такая возбуждаемая Легко нервная система Они же просто разошлись по своим делам И все И никак на них никакой след, никакой отпечаток На них это не оставило А я посмотрите, что происходит Передо мной после этих встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что значит он лайкли? Ну типа, вряд ли Блядь, да я спросила, допишу ли я до 1 апреля короткий метр Я купила, ну возьми, возьми, покажи, что там Я купила себе подушку Я же говорила, что мне нужна путешественческая подушка Я думала, это обычная подушка Я даже не посмотрела на этикетку А Саша додумался Так и что это? Тут написано 2-in-1 Да, ну а что это, типа игрушка? Это, не знаю, 2-in-1 пилос Ну видимо, типа, эта подушка более совершенная, я не знаю В смысле более совершенная? Ты можешь пересыпать, наверное, из такой подушки на шею Как бы и подложить валик Как азиатский массажный валик А, в смысле, ты можешь сделать из такой подушки А, там тоже лицо, смотри С крылышками, да, вот Свинья такая О, с крылышками? Прикольно С хвостиком С ножками И сегодня там был шар такой для гаданий В Тайгере Я спросила Допишу я короткий метр к 1 апреля И шар сказал unlikely Я подумала, тогда я вообще ничего не буду писать Раз все равно unlikely Ты не скажешь? Нет, не надо так Я проиграл с таким шаром И он все время какую-то херацию предлагал И я в итоге перестал с ним играть Он был в баре дружбы И, как бы, ну, каждый раз, когда я его спрашивал У меня что-то предлагал очень неприятное И я в итоге отказался Тузлук этого шара, поэтому... Тузлук Я слушаю подстрочник Урнгиной Лилианы И она рассказывает, как когда они были в 10 классе Одну девочку, но она очень боялась ареста Но она думала, ну, блин, 10-классницу У лунгина думала, ну, 10-классницу не могут арестовать Это бред, ее не могут забрать И в итоге ее арестовали И была еще одна девочка, которая боялась ареста И в какой-то момент она позвала лунгину Ани в 10 классе У меня едой не пахнет Она позвала ее в парк Говорит, мне нужно тебе кое-что рассказать И они сидели в парке на лавочке И она что-то все ей не рассказывала Не рассказывала, не рассказывала, не рассказывала И в какой-то момент к ней подошел мужчина Такой весь в черном И сказал, вы такая-то, такая-то там, Алена По фамилии И она говорит, да Он говорит, ну, пройдемте со мной И он ее посадил в машину и увез Лунгина подумала, что ее арестовали, эту девочку И всех подняла на уши А у нее была сестра 14-летняя, с которой она жила И она подумала, ну, блин, жесть, надо что-то делать С сестрой, она маленькая Типа, надо к ней пойти Позвала друга, они пошли А эта девочка открыла им дверь А оказалось, она разыграла их И она так говорит об этом Ну, типа, некоторое время я не могла ее видеть Но потом все это прошло Ну, вот, такое было время, что такие розыгрыши происходили У меня рис на полу Слышишь? Ну, собачь Там на полу и на носке У меня много чего под столом есть Я только что, у меня закончилось Ну, не только что, недавно Закончилось занятие Я зачитала то, что я писала все это время Вот с того момента, как это видео, вот это видео началось Я что-то придумывала и писала И в итоге у меня получилось Типа 12 сцен Это где-то 12 страниц Я зачитала 7 из них И... Ну, не знаю Конечно, все плохо И все надо переделывать Но, по крайней мере, мне кажется, не надо менять тему Ну, то есть я двигаюсь глобально Глобально, совсем глобально В правильном направлении И это приятно Это, наверное, главное Но Совсем главное Это то, что я сегодня получила фидбэком Очень-очень много конкретных советов Типа вот здесь вот лучше сделать так А здесь подумать об этом А здесь вы боитесь сделать вот то Но, может быть, вам не боятся И все-таки надо это сделать И я поняла, что если бы То есть мне всегда страшно писать Мне страшно писать первичный Вот этот вот плохой вариант Который надо будет полностью переделать До неузнаваемости Я поняла, что я огромное Я плохо написала Но я огромная молодец Что я вообще написала это Потому что Не написав этот первичный вариант Невозможно получить Никакого конструктивного фидбэка И в том числе это касается Индивидуальной работы с текстом То есть Вам никогда не будет что улучшать И редактировать Если вы не напишите первый драфт Это суперочевидная мысль Мне кажется, как и 99% мыслей Вообще касающихся творчества Но ее важно, наверное, осознать самостоятельно Не услышать вот так от тетеньки А осознать И с этим И прочухать ее, прочувствовать Испытать на себе Потому что прекрасно это Когда об этом говорят другие Но когда ты думаешь об этом сам Ты такой Ну, ну нет У меня это не касается Все-таки я подожду Пока на меня что-то снизойдет И я сразу напишу Очень хорошо А до этого Я, пожалуй, буду просто ходить И думать Я всегда в такой позиции Я вообще главный человек Находящийся в такой позиции Ну, а сегодня Вот выяснилось, что Вау Ого, какой сюрприз Что это не дает результата А результат дает то Что ты садишься И пишешь не очень хорошо Типа сыро Наверное, даже написать Лучше написать кучу сцен Которые вы потом совсем выкинете Чем Ну, вообще ничего не сделали Очевидно, да? Говорю какие-то простые вещи Но это правда Это правда